И снова хакерская атака. Киберпреступники похитили данные о 57 миллионах клиентов и водителях сервиса такси Uber, в том числе и в Украине. О последствиях этого скандала подробнее Дмитрия Нопченко. Казалось бы, уж теперь-то всё так просто. Нужно ехать, нажал кнопку в мобильном приложении, и тебя подхватил ближайший водитель. Никаких больше диспетчеров с их вечным поиском свободного такси, никакого больше ожидания. В Соединённых Штатах стандартное время подачи машины 3-4 минуты. Вот и вышло, что маленький стартап теперь 65 миллиардов долларов стоит и работает в 85 странах мира, в том числе не только здесь, в Америке, но и в Украине. Пассажиры по всему миру, регистрируясь в приложении, передали компании и анкетные данные, и телефонный номер кредитки. И вот теперь грандиозный скандал. Выяснилось, что эта информация не особо-то и защищена была. Хакеры похитили данные 57 миллионов клиентов, в том числе и номера водительских прав, 7 миллионов работающих в этом сервисе шофёров. И конфиденциальную информацию, историю наших с вами поездок. Что ещё хуже? Кражу компания скрыла, опасаясь убытков, и заплатила похитителям выкуп в 100 тысяч долларов, чтоб стёрли данные и молчали. И только сейчас, когда эту историю раскопала пресса, последовали извинения и оргвыводы, увольнения. Хотя почему-то всего лишь двух сотрудников. Но понятно, этим история не закончится. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк распорядился начать расследование. А пока оно длится, те, кто пользуются сервисом Uber, недоумевают, волнуются. А как оно на них отразится? Оказалось, ситуация сложная. На подпольном сайте Альфа-Бэй, где компьютерные взломщики предлагают свою добычу, уже сейчас продаются пароли к счетам реальных пользователей. Загружай в приложение и едь за чужой счёт. И большой вопрос, где ещё всплывут данные кредитных карт? Или кого теперь скомпрометируют в прессе, получив от хакеров историю личных поездок? В итоге скандал с Uber показал уязвимость всей системы. Для угроз, о которых раньше и не задумывались. Это и сохранность личных данных, и слежка за клиентами мобильных приложений с помощью их же смартфонов, признаки которой обнаружила пресса. И расследование американских силовиков, похоже, способно выявить и другие детали, которые многие хотели бы скрыть. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.